Итак, наше поздравление. Сенсации не случилось. Министерство обороны штатов из шестой попытки не смогло пройти аудит. Подобное в России уже бы привело к новому фильму Ксении Анатольевны Собчаке. Григорий Явлинский, достав свой пыльный костюм, в котором так хорошо было ходить под пить чайку в американское посольство, раздавал бы интервью западным СМИ. Господин Евгений Сатановский в программе Владимира Соловьева вечером воздевал бы руки к небу, рассказывая, что все плохо, а иначе бы уже не только лазеры пил-пил были на вооружении, но и телепорты, космические крейсеры и что там еще Джордж Укас во новой серии «Звездных войн» снял. Однако дело происходит в США, потому известные эксперты молчат, как в рот воды набрали, или говорят себе и окружающим, что их больше интересуют дела местные, российские, и мы, конечно, верим. Только проблема в том, что состояние американской армии уже давно не секрет, и никакими новыми фильмами со старым Томом Крузом этого не решить. Подумать только пока в России военнослужащим выдают квартиры, в Штатах младший офицерский состав вынужден побираться по бесплатным столовым, потому что, если сержант вооруженных сил снова в Великой Америке решит завести семью денег, ему из его зарплаты хватать резко перестанет. И это, напоминаем, при самом огромном в мире военном бюджете, где, правда, тоже оцените радость. Одна тысяча и шестьсот аудиторов так и не смогли докопаться до сути, куда же уходят деньги американских пенсионеров. Еще раз прописью, шестой год подряд, что совершенно, к слову, не приводит к посадкам, и министр обороны Войт Остин сидит в своем кресле, как приклеенный. Опять же, пока в интернете за копейки, ну, баксов 20 дают, иногда 30, можно купить личные дела практически любого солдата США, и продается это дело оптом и в розницу. Никогда еще армия Вашингтона не была так мощна. Прям вот зависть, согласитесь, берет. Кстати, лично автору, один из борцов за права трудящихся в России, на полном серьезе сказал, что в Штатах, даже если кто-то что-то в Пентагоне ворует, то лишь для того, чтобы сделать вооруженные силы сияющего града на холме сильнее, потому что там люди любят свою страну, а мы не знали. И это точно не конец истории. Здравствуйте, друзья, у нас небольшие новости. Данный канал, очевидно, пока должен отдохнуть, просмотры на нем кто-то совсем-совсем скрутил. Однако это не повод для грусти, мы запускаем канал «Жесткие подробности», поэтому подписывайтесь туда и на наш канал в Дзене, здесь скоро трансляции прекратятся. Но наша работа, как наши самые преданные зрители, которые мечтают, чтобы мы сдались, не дождутся. Вместе победим, подписывайтесь на наш новый проект. Все ссылки вы, конечно, найдете в описании к этому ролику.